СНЕГОПАД Утром в понедельник движение на Северное окружное на выезде из Канищева было парализовано в обе стороны. Горожане, которым пришлось стоять в многочасовой пробке, писали об этом в социальных сетях. Причиной затора стало страшное ДТП. При столкновении четырех автомобилей погибла водитель Семерки. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2107 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Лада Гранта, Форд Фокус и Нива. В этом происшествии погиб водитель автомобиля ВАЗ-2107. Травму получила его пассажирка. Также травмы получили водители автомобиля Лада Гранта и Нива. Их доставили в больницу. На месте работали спасатели. В региональном ГИБДД предупреждают об изменениях погодных условий. Утренние и вечерние заморозки, плохая видимость по причине дождя, снега и темного времени суток создают особые условия езды. Основная опасность при движении в таких погодных условиях – ухудшение сцепления колес с дорогой. Будьте внимательнее. Иван Крестьянинов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Сотрудники госавтоинспекции напоминают о том, что в ближайшее время, пока погода окончательно не установилась, автомобилистам стоит быть особенно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Ну а тем, кто чересчур щепетильно относится к шипам на своих зимних шинах, пора бы уже перестать рисковать и, наконец, сменить резину на автомобилях с летней на зимнюю. К другим новостям. В законную силу вступил приговор Рыбновского районного суда в отношении двух торговцев героином. Наркопреступники были задержаны в результате успешной операции сотрудниками регионального ОФСКН. 32-летний гражданин Таджикистана и 40-летний рязанец на два их получили 25 лет колонии строгого режима. Наталья Новикова подробнее о работе регионального наркоконтроля. Сообщники обвинялись в совершении преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков в значительном и крупных размерах, а также приготовлении к сбыту наркотиков в особо крупном размере группы лиц по предварительному сговору. Наслезло умышленников, действующих в Московской и Рязанских областях. Наркополицейские вышли летом 2014 года в ходе задержаний приобретателей и мелких сбытчиков героина. Сначала был задержан Миронов, который получил героин для реализации от Абдулова. Немного позднее на посту ДПС на Михайловском шоссе при въезде в Рязань был остановлен автомобиль Ford Focus под управлением самого Абдулова, который приехал в Рязань с целью закладки наркотиков в тайники. В полости автомобиля был обнаружен привезенный героин общей массой 350 граммов. Далее последовал обыск под Коломной, где Абдулов проживал с гражданской женой. В домовладении и хозяйственных постройках была обнаружена основная партия героина массой 1 килограмм 250 граммов. Затем последовал обыск в двухэтажном коттедже в одной из деревень Коломенского района Московской области, где Абдулов проживал с гражданской женой. В доме и хозпостройках сотрудники ФСКН обнаружили сотни свертков с героином общей массой 1 килограмм 235 граммов, а также множество иных доказательств преступной деятельности. Песы, упаковочные материалы, банковские карты, миксер, в котором измельчался героин с наполнителем для увеличения товарной массы. В дальнейшем из стоянника в Коломенском районе была изъята бутылка со 115 граммами наркотика. Таким образом, суммарный вес изъятого по данному делу героина составил 1 килограмм 700 граммов. В ходе расследования было установлено, что Абдулов, имея связи с поставщиками героина, занимался реализацией данного наркотика мелким оптом на территории Московской и Рязанских областей. Для увеличения продаж он привлекал лиц, потребляющих героин, которые могли бы также распространять данный наркотик другим лицам. Одним из таких помощников Абдулова стал резанец Константин Миронов. Также в ходе расследования было установлено, что за время преступной деятельности через руки Абдулова могли проходить килограммы героина, а оборот денежных средств достигал миллионов рублей. В итоге гражданин Таджикистана, 32-летний Абдул Абдулов проведет 14 лет, а 40-летний резанец Константин Миронов 11 лет в местах лишения свободы. В областной прокуратуре состоялось межведомственное совещание и общественный совет по защите малого и среднего бизнеса. Участники обсуждали результаты взаимодействия региональных ведомств, направленных на предупреждение пресечения законных действий в отношении предпринимателей. Роман Дворецков расскажет обо всем более подробно. На заседании было отмечено, что Рязанская область является регионом с низким инвестиционным климатом, в котором существуют бюрократические преграды для развития малого и среднего бизнеса. Особое внимание прокуратура области уделила проблемам в правовом регулировании малого и среднего бизнеса. Региональное правительство ведет активную работу по взаимодействию с прокуратурой Рязанской области по вопросам регулирования субсидий с федерального бюджета для развития малого и среднего предпринимательства. По мерам реагирования прокуроров Клепиковского, Рыбновского и ряда районов приведены в соответствии с федеральным законодательством программы, соответствующие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальных и районах. В отдельных случаях средства выделили на поддержку предпринимательства используя на иные цели, нарушался порядок их использования. Правительство Рязанской области совместно с прокуратурой делает все возможное, чтобы предотвратить ущемление прав малого и среднего предпринимательства и оптимизировать работу бюрократического механизма. На здании Шиловской полиции торжественно открыли мемориальную доску герою гражданской войны и милиционеру, активному борцу с бандитизмом Василию Яковлевичу Исаеву. Руководители регионального ОМВД и межмуниципального отдела МВД России Шиловский совместно с представителями администрации Шиловского района торжественно открыли мемориальную доску герою гражданской войны, активному борцу с бандитизмом Василию Яковлевичу Исаеву. Выступающие отметили огромное значение сохранения памяти о земляках, героически защищавших отечество от захватчиков и преступников. И память о героях станет ярким примером для сегодняшних полицейских и подрастающего поколения. Собравшиеся почти минуты молчания, память воинов и сотрудников органов внутренних дел, погибших на полях сражения и при исполнении служебного долга. Затем собравшиеся возложили к мемориальной доске живые цветы. Василий Яковлевич Исаев родился в селе Сосыкино, Спасского уезда Рязанской губернии, что ныне зовется Шиловским районом в 1892 году, а умер 4 мая 1972 года. Василий Исаев был выдающейся личностью после службы военным моряком на Каспийском флоте, где Исаев не раз проявлял себя с героической стороны. В 1923 году он поступил на работу в милицию. За короткий срок стал хорошим оперативным работником. Спустя два года Исаев был отмечен губернским прокурором за то, что он неоднократно доказывал свою находчивость и опытность при поимке преступного элемента. А поводов для того было великое множество. Василий Яковлевич смело расправлялся с бандитскими шайками, преступниками и ворами. В 1927 году Василий Яковлевич был награжден именным оружием, грамотами. 14-й уездный съезд советов возбудил ходатайство о его награждении орденом Красного Знамени. Позднее Исаев работал начальником административного отдела Спасского уездного исполкома Рязанской губернии. Потом был переведен в Рязань и назначен начальником одного из райотделов областного центра. Указом Президиума Верховного Совета СССР за активное участие в гражданской войне и ликвидации бандитизма Василий Яковлевич был удостоен ордена Красного Знамени. После смерти Исаева его именем в Шилове названа улица. Теперь здесь в его честь стоит памятник. Врачи долго боролись за его жизнь, но чуда не произошло. Из московской клиники, куда экстренно был госпитализирован Ильдар Рязанов, пришла печальная весть. Любимый режиссер миллионов россиян умер. 18 ноября ему исполнилось 88 лет. Об Ильдаре Рязанове говорили. Не режиссер, национальное достояние. О своей жизни он написал еще 4 года назад в мемуарах, которые так и заглавил. Грустное лицо комедии или, наконец, подведенные итоги. Сама жизнь Ильдара Рязанова – сплошное приключение. Подавал заявление в Одесское мореходное училище, мечтал о путешествиях в дальние страны, но ответа не получил. С другом за компанию пошел во ВГИК, хотя кино, говорит, тогда не любил и даже не смотрел. И потом фильмы Ильдара Рязанова стали кино целой эпохи нашей страны. Карнавальная ночь, Берегись автомобили, жестокий романс, гараж, служебный роман, ирония судьбы или с легким паром. Картины-символы, которые знают и любят несколько поколений зрителей. Дотошные критики почитали, что фильмы Ильдара Рязанова обогатили русский язык на 600 крылатых выражений. Имя Юрия Деточкина из Берегись автомобиля присвоили первому в мире музею автоугона. Коллектив нашей телекомпании скорбит со всей России и выражает глубочайшие соболезнования родным и близким легенда советского кинематографа. Программа День города прощается со зрителями до завтра. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok